на часах 1106 это мужской понедельник добрый день из кировской студии вас приветствует николай голиков и владимир сметанин сегодня понедельник 13 августа сегодня любопытная дата между прочим международный день левшей да дата призванные как написано в подсказке у меня привлечь внимание к проблемам леворуких людей проблем у них видимо ним не мало потому что вся мировая индустрия заточена на то чтобы делать вещи ну нет нет все таки ситуация меняется и сейчас когда ты приходишь в магазин а вот мы сейчас как бы идет как раз мы будем говорить о подготовке к школьным занятиям да и вот я просто знаю что есть специальные ручки специальное все все есть специально для левшей сейчас слава богу это стало как-то меняться раньше как я помню нас переучивали ну да если уж мы заговорили как раз о школе то советская школа она нещадно относилась к левшам в то время не только советская школа вообще мировая тенденция была левшей переучивать сейчас слава богу это изменилось вот поэтому ну хорошо что такое и наш это дата становится более праздничной на вспомнить что среди нас живут люди которые левой рукой работают лучше чем правой лучше чем мы говорят что от 3 до 10 процентов на планете людей проживающих именно в отца которые привыкли все делать левой рукой ну хорошо порядка 10 процентов которые которым все равно какой рукой что да амбидекстры да они могут между тем почему-то международного дня правши не существует а у нас вдруг все остальные одни это как бы наши дым волос надеюсь правша я правша да потому что мы так говорим я правша а вдруг один из них среди нас нет так вот да заговорили о подготовке к школе действительно буквально уже три уже меньше недели остается до 1 сентября и мы уже не первый раз делаем эту передачу мы вспоминаем сегодня будем говорить о семьях которые нуждаются в нашей с вами помощи не просто им самим подготовить своих детишек к школе много чего нужно и большое спасибо организации российскому детскому фонду за то что есть он в нашем городе и помогает как раз таки семьям подготовиться и к этой дате и не только Валентину Иванову Иванову мы приветствуем председателя правления кировского отделения российского детского фонда Валентина Павловна добрый день добрый день добрый день ну что-то мне подсказывает что работа у вас кипит сейчас в данный момент люди люди у нас слава богу неравнодушные понимают что от них тоже очень многое зависит и они действительно протягивают ту самую рукой помощи давайте мы сейчас будем говорить о подготовке к очередному первому сентября в чем нуждаются дети родители которых не могут обеспечить да всем необходимым к школе давайте у вас традиционная акция здравствуй школа здравствуй школа я человек наивный акции 29 лет и я почему-то думала когда объявляли первый раз эту акцию я думала о том что это ну вот нынче ну ладно на будущее вот 988 году просто оптимист оптимист вы не наивны вы оптимистичны вы понимаете чего и вот я с каждым годом все сложнее и сложнее вот поверите или нет и вот этот год особенно сложный я понимаю что живет совсем сложно и всем трудно и экономика такая и предприятия закрываются и там еще что-то ипотеки и всякие кредитования это сказывается на семье и вот вы знаете сегодня начиная с августа месяца мы начинаем собирать заявление приросте заявления так вот смотришь на эти заявления заявления о том чтобы да они обычно нам указывают все свои данные сколько детей в каких классах это нам облегчает работу во первых а вам свою очередь в том числе это необходимо для отчетности не только для отчетности я говорю в том числе да конечно вы мне дали рубль я должна отчитаться понимаете поэтому в этом плане а с другой стороны и закупая вот когда мы пожертвования собираем потом закупаем этот товар я уже вижу понимаете как что именно нужно общей тетради больше или в косую в косую линию так вот понимаете читаете заявление очень редко где один ребенок один школьник 2356 понимаете и вот я представляю при теперешних ценах на тетрадку на ручку на фломастер и тому подобное вот когда шестеро детей ни одной семье вот такой со средним достатком это очень сложно такой семье а здесь когда как правило кто-то мама или с ребенком сидит значит папа один работает заработки низкие обычно нам указывают какой средний заработок это понимаете приходит вот с одной стороны нас заставляет не оставлять один на один эту семью вот с этой проблемой а таких семей становится год от года больше да которые нуждаются в поддержке прошлом году мы вот таких семей только в городе кирове около трехсот в кирове где только вот такое количество детей я ведь не беру еще область в общей сложности 1190 семей области мы дали возможность детям не испортить праздник вот день знаний 1 сентября этого только вы говорите о семьях вы же еще занимаетесь и детьми которые в интернатах конечно конечно это я как говорят это только вот семьи которые написали заявление только семьи сейчас интернатов стало меньше у нас сегодня всего 14 интернатных учреждений по области и отдать должное за последние годы и с нашей помощью они обрели хороших попечителей и понимаете попечительский совет этой школы интерната он естественно ставит перед собой задачу помочь и вот эти попечители какой-то степени облегчают участь директора детского дома и школы-интерната им становится и отчасти вашу работу понимаете естественно такие как школа как верхняя вонтанка почему-то все вот желающие помочь в кирове под кто поближе я имею ввиду из мужчины вонтанке еще добраться нужно до слова добраться да и по дороге по какой да и там детей то ведь не 20 и не 30 вот поэтому поймать это там там сегодня 90 90 большая это большая находится находится в районе даровском даровском районе это хорошая хорошая школа хороший пед коллектив хороший трудолюбивые дети но вот надо помогать вот этой дорогой там полный швах да кроме того имейте ввиду ведь мы не исключаем и реабилитационные центры и санаторий талица вот сейчас заканчивается этот заезд ребят 250 человек придут такое же количество придет 1 сентября вот понимаете родители отправляют ребенка вот даже в санаторий без тетради и без ручки считают что тут все даже кто-то и обязаны но а куда деваться их же тоже обучают сегодня это приходят дети занимаются независимо от какого класса это точно также реабилитационные центры это детское отделение туберкулезного диспансера это все те кто непосредственно с кем мы общаемся и кому мы считаем необходимым помочь реальный круг у вас общения ваших подопечных он насчет несколько тысяч и вот приличное количество нам важно сегодня сегодня отправить каждого ребенка с необходимым количеством набором необходимых школьно письменных товаров в течение года мы никогда никому не отказываем потому что кончаются тетради кончаются ручки но вот здесь я хочу отметить хочу положительный такой у меня это российском движении школьников они стали нашими волонтерами это те пионеры которые вот моего да 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 официально их пионерами не называют это мы их проводим параллели аналогично это совершенно новое течение в 2015 году по указу президент но это ведь очень хорошо вы понимаете честно говоря еще вот я лично не знаком с я в на деле уже познакомилась с ними я чувствую понимаете этих ребят заинтересованность приходит на помощь понимаете во всех отношениях и опять таки зависит от нас от взрослых там где хороший наставник у этих у этого движения там и дело а некоторые как ну формально создали да да создали и отчитались и больше ничего поэтому вот эти ребята нам течение всего года проводят акции по школам и большое количество могу назвать школ 60 51 большинство школ в городе которые собирают тетради ручки в течение всего учебного года поэтому вот запас этих товаров у нас всегда есть и мы никогда вот вы пришли надо мы обязательно даже порой этого нет мы звоним вот этим ребятам этому руководителю этого движения говорим помогите организуйте а как выясните еще подробнее там в школе уголок какой-то есть куда можно да помещение куда можно вот заучка воспитатель на работе они у нас тоже самое наши наши помощники наши партнеры и информация там распространяется конечно конечно да такого рода помощь да они даже нас не только порой бывает знаете надо в этой одежда обувь какая-то нужна а у нас у нас нет и денег у нас на это нет мы обращаемся вот вот этим и этому движению мы обращаемся к заучем по воспитательной работе ряда школы говорю может быть вы организуете сбор у вас среди учителей среди родителей и откликают мы у нас ведь у нас нет денег на большую рекламу согласитесь у нас нет людей нас четыре человека мы занимаемся это его поэтому в нашем активе для реализации всех акций всех праздников это только кировщане это только подвижники это только наши установленные связи контакты добровольцы 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 поэтому вот и сейчас мы ведь вот эту акцию объявили здравствуй школа зная сколько нам чего надо естественно мы листовочки самые скромные отпечатали и нашего помощники партнеры разносят по квартирам упускают почтовые ящики оставляют где-то в торговых точках и везде потому что надо чтобы народ узнал услышал а когда чаще всего и быстрее всего откликаются пенсионеры так давайте мы сделаем небольшую паузу поподробнее после чего сосредоточимся на акции здравствуй школа что именно нужно приносить если есть такая возможность куда можно собственно это все принести валентина иванова у нас в гостях напоминаем председатель правления кировского отделения российского детского фонда быстро полминуты и вернемся я тут кстати в последнее время начал понимать что мне тоже слово пенсионер не очень это нравится представитель золотого возраста давайте их набирать называть простите да в чем эти люди могут оказать помощь как раз таки детскому фонду и акции непосредственно здравствуй школа но во первых вот эти уважаемые высок для меня высокоочтимые вот эти люди которые на протяжении вот сколько лет работу 30 лет они приходят они вместе со мной взрослеют мудреют и понимаете если только я вот детский фонд объявил какую-то акцию или напечатали что ребенок нуждается в лечении нужна помощь да вот они постоянно такие объявления на сайте постоянно и на сайте и постоянно у нас где только у нас нет на наших ящиках копилках и вы знаете это люди от 50 рублей но они принесут с каждой пенсии вот еще понимаете какая у этих людей черта характера вот они приносили как после каждой пенсии я уже знаю у кого когда если начинается третье число каждого месяца значит это пойдет вереница независимо для кого но если просто уже вот регулярно каждой приходит какую-то давали по тысячи вот приносили все это где-то до 16 года так вот с прошлого года вот они приходят эти для меня высокоочтимые люди и говорят дочка вот прости не могу вот тысячу я только 500 вот вы видели какое молочко в магазине стала и хлебушка они еще извиняются понимаете вот это вот это дорогого стоит и я хочу сказать а я им кроме того что какую-то детскую поделку иногда подарю или у нас такая маленькая открыточка просто слова спасибо вот и вот понимаете вот они просто умиляют меня ведь вот эти люди вот они сейчас это поколение это целое поколение поколение надо понимать что ведь у них свои есть внуки конечно свои внуки правнуки и что им тоже вроде бы есть куда собственно реализовать и помочь кому но вот душа болит из-за не только кировчан из-за ваших подопечных непосредственно конечно не только кировчане но ведь у меня из районов области из районов области посылает вот такие те самые даже один человек один осужденный которые ежемесячно видимо от своих заработков но для детей посылает ежемесячно 150 рублей и это уже несколько лет понимаете наш вот отзывчивые кировчане я еще хочу сказать мы бы ведь не прожили столько лет если бы не было вот такой поддержки потому что нас не финансирует ни один бюджет не областной не городской не центральные мы живем на пожертвования граждан граждан организации поэтому если бы вот радио могли бы мы проводить эту акцию и там тысячи слишком детей удовлетворять вот в этой школе мы не могли бы это только вот такие пожертвования давайте сейчас дадим все-таки возможность нашим неравнодушным я уверен слушателям узнать о том в чем собственно нуждаются дети что именно и куда можно приносить труда 57 сразу же озвучиваю адрес российского детского фонда в нашей области труда 57 на протяжении почти 30 лет вы там находитесь да ну трансагентство да мы принято называть этот район и так что нам надо ну во первых это комплект полностью школьно-письменных в первую очередь это тетради и ручки это карандаши и цветная бумага это линейки и линейки и простые карандаши понимать тетрадь и общая и тетрадь в линию в клетку требования сегодня у школ очень высокие понимаете не просто ограничиваются вот то что я вам перечислила рабочие тетради тетрадь в клетку должна быть широкая клетка линия должна быть с таким такими-то полями и и это все сразу добавлю еще каждая тетрадь должна быть в обложке да и обложки эти тоже видимо они стоят деньги они стоят деньги и обложки да альбомы для рисования цветной простой белый картон ну мне даже трудно сказать папки для тетради папки для этих список подробно есть на сайте конечно детского фонда конечно подскажем на сайт можно зайти и мы сейчас все не успеем перечислить но вот полная полный перечень именно там есть на этом ресурсе все это есть да да вот вчера пришел один после услышав нашу информацию где-то получив и горит так сколько для первоклассников рюкзаков скомплектованных я уже полный к вам приходят хорошие люди к вам приходят у меня все хорошие предприниматель да и вы знаете я говорю сколько по мере вашей возможности так все озадачиваю свой коллектив собираем я групп будем только благодарны мы понимаете вы как бы сразу полным комплектом я жак с тетрадями именно для первоклассника потому что я им подчеркнула что там особые тетради там особые линейки должны быть вот это он как я все понял сделаем вот таких или у нас есть человек который вот он не говоря ничего слышит мою информацию где-то где-то видит приходит и так я вот скопил 50 тысяч от своей пенсии вот на школьной письменной принадлежности 50 тысяч я вам оставляю так я его там подождите сейчас оформлю документы подожди так 50 я город считаться то я должна потом перед вами так я все если я каждый год хожу какие могут быть отчеты понимаете вот такие примеры это есть к сожалению к сожалению те кто фирмами владеет и богатые фирмы может быть я не беру грех на душу может быть они конкретно кому-то но чтобы вот так через детский фонд очень редко большие крутые фирмы раньше раньше было больше раньше было больше раньше было больше и вот да где-то до 15 я отмечаю меня радовало знаете когда стал развиваться до малый бизнес да малый бизнес и вот мальчики мальчики молодые совершенно дело свое начав они приходили в детский фонд прямо приходили чем вам помочь кто новогодние подарками кто вот к школе кто одежду обувь прямо закупали приносили и вот вы знаете где-то вот 15-16 год стали закрываться эти малые малые предприятия стали извиняться эти ребята меня что радовало что они не просто вот так что вот мы закрыли не можем больше ничем помочь но где будем работать будем способствовать этому вот я с огорчением говорю о том что вот и радуюсь тому что молодые люди разбуженные уже тем что надо кому-то помогать это меня радует а вот валентина павловна еще такой вопрос вы говорите ведь не только же скольные письменные принадлежности но и предметы там одежда и обуви там надо как-то конкретно с вами советоваться по размерам там по мальчикам девочкам по всему есть такая информация у нас есть информация в плане есть я нам не только одежда и обувь что касается я интернатным учреждением я пока ничего если есть какие-то излишки мы предлагаем а так только чтобы отдать многодетную семью и где мама одна воспитывает во первых они в заявлениях когда пишут что нужно не только школьная письменная но одежда и обувь указывают размеры указывают свои контактные телефоны и вот в этих случаях мы звоним и говорим вот 36 есть они 35 посмотрите размер то сейчас подойдет вот таким образом потом ведь население кроме этого то есть я правильно помню одежду и обувь вы адресно собираете массовый сбор не только адресно мы вообще собираем одежда и обувь а адресно это конкретно уже отбираем когда он когда в заявлении написано что то я просто хотел понять что скажем условно говоря если я вот хочу кому-то помочь да я сначала лучше вам позвоню и спрашиваю что есть возможность там закупить например какие-то предметы пожалуйста получается по логике так что именно точно попала вот конечно конечно мы ведь вот готовим школе я вам говорю школьной письменной одежда обувь но у нас нам требуется средства гигиены вы не удивляйтесь кировчане что паста зубная нужна зубные щетки мыло шампуни потому что приходит стиральные порошки понимаете поэтому все время это у себя и держим потому что приходится слезами дайте хоть постирать чем-то нет зубной пасты приобщаем порой извините и не было никогда зубной пасты и щетки зубной говорят средства гигиены мы не имеем ввиду там какие-то изысканные составы нет ополаскивать или укрепить или и так далее самое простое я вам назвала самая диплома мыло зубная паста щетки шампунь вот это поэтому я уже не говорю там других там принадлежностях которые должны были бы быть 21 веке в каждой семье но к сожалению поэтому вот это мы всегда собираем и у нас всегда есть наличие потому что нам просто кировчане уже знают несут опять-таки же это не только молодые вот молодые люди но и в школах собирают это вы сказали несколько минут назад что сказал что с каждым годом увы и к сожалению семей даст все сложнее и сложнее и больше их становится и все-таки получается ну так уж уделить внимание это каждой семье нуждающейся которая обратилась или или это тоже все сложнее становится понимаете вот стараемся вот те заявления которые к нам пришли вот поступят мы начнем выдавать на рано 28 20 28 числа августа августа да выдавать по этим заявлениям вот понимаете я уже видя сколько заявлений сколько я вот сейчас насобираю этого товара мы стараемся всех удовлетворить да вот по этим заявлением несмотря на на то сколько там поступило сколько принесли сколько перечислили мы всех стараетесь не по 30 тетрадей дать а дадим пока по 10 и тут же говорим на началах до начала не по 20 карандаши да 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 вы в течение учебного года приходите мы вам всегда и в район области вот центром социальной помощи которым от которых поступили заявления мы говорим мы не можем удалить 189 у вас семей да мы дадим разделите вот то что мы вам дадим это там 5000 тетради разделите предположим вот таким образом а так в течение года продолжаем работать вот еще говоря об этом это праздник я считаю день знаний это понимаете я вспоминаю даже я дитя войны но я и то помню как дома мама стряпала какие-то из муки пирожки при я из школы искала какую-то тряпочку вместо бантика потому что не было ленточек но и вот а сейчас это праздник для детей надо сделать его и вот мы такой праздник устраиваем 2 сентября с детской филармонии как там получается 1 сентября суббота 1 сентября суббота 2 воскресенье и 2 числа мы с детской филармонией детская филармония подготовила удивительный спектакль мюзикл детям можно все детям можно все мы говорили о нем мы закупили мы нашли ищем спонсоров мы закупаем на для трехсот детей если удастся и больше найти ту и больше но пока только на 60 тысяч и подали вот этот вот этот праздник кроме того около на нашем вятском арбате там устроим на спуск на сказке да устроим праздник с аниматорами с конкурсами тоже у нас будут волонтеры работать вот это с подарками сам-то мюзикл будет театре на спаской а мы перед этим вот такой большой праздник конечно дай бог что была погода хорошая обещают хорошую прекрасно и вот понимаете мы настрой ребят настрой ребят вот на хороший учебный год надежду мы им даем что вы ребята вот из этих семей дома вам не устроили но мы вам подарили конечно там будут и сладости конечно там вот что-то и вкусненько как правило это мы делаем валентина иванова председатель правления кировского отделения российского фонда именно с ней мы сегодня беседуем в мужском понедельнике в первом часе у нас подошло время рекламы прервемся на полторы минуты продолжаем наше общение валентина иванова председатель правления кировского отделения Российского детского фонда. Находится фонд по адресу город Киров, улица Труда, 57. Телефоны еще раз озвучиваем. 65-38-50 и 65-14-66. И мы говорим о том, что детский фонд как раз сейчас проводит традиционную, уже 29-ю, как мы выяснили сегодня, благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» по помощи детям из малообеспеченных и неполных семей подготовиться, чтобы подготовиться, чтобы был 1 сентября, чтобы был настоящий день знаний, настоящий праздник. Ежедневно, с понедельника по пятницу, да? Насколько мы помним, с 8 часов до 17 часов работаем. С 17 стандартной рабочей день. То есть можно просто прийти и принести либо уже вещи, либо денежки. Все, что угодно. А если удаленно, как-то можно позвонить по телефону, узнать, как перечислить, можно начать. А давайте сейчас передо мной 4 варианта. Давайте о них расскажем. Можно и перечислить, и смс-ку отправить. Давайте подробнее. Пути оказания помощи, проявления милосердия, их очень много разное. Вот на самом деле можно принести прямо в детский фонд денежные пожертвования, вещи, эти же школьные письменные принадлежности, средства, все, что есть. И даже можно привезти, извините, продукты питания, те, которые не портящиеся, мы принимаем, проверив срок годности. Но и, кроме того, эти пожертвования и через банк. Расчетный счет. Расчетный счет. На сайте найдем. Нашего отделения российского фонда. В эфире его говорить бессмысленно, никто не запишет. Да, конечно, на сайте это есть. Дальше, кроме того, мы можем принести деньги в кассу непосредственно. Сразу здесь мы оформляем. На труда 57. С всеми документами вы выдадите, все учтете. Сразу записывается и сразу уточняется, на что. Сдает 100 рублей, спрашиваем, на какие цели. Ребенку, инвалиду, на лечение, на школьные письмены. Конкретизировано у нас это любая сумма. Кроме того, это можно отправить через СМС на короткий номер 4647-дело. Указать сумму, любую сумму. СМС-ка, слово «дело». СМС-ка должна написать слово «дело» и потом указать сумму, да? Да, указать сумму. Эта сумма спишется с телефонного счета. Да, да, да. Но только дождаться оператора, чтобы подтверждение, что это самое. Обязательно. Вы уверены, что хотите? Короткий номер еще раз назовите. 4647-дело. 4647-дело. Да, и любая сумма. Вот еще смотрю, пополнить счет можно номера телефона 8909-139-0770. Это все актуально, да? Да, да, да. Это тоже самый этот телефон. И пусть небольшая сумма нам больше поступает через короткий номер вот это, нежели через вот этот длинный номер. Но они поступают, эти деньги. Вы молодцы, что современные средства, конечно, используете. То, что людям проще зачастую не идти никуда. Хорошо используется сайт. Понимаете, было нам сложно, потому что за сайт надо платить и надо иметь... Ну, что поделать. Да, да, да. Ну, нашлись добрые люди, которые нам оплачивают это и помогают вот это. А на сайте читают, и сразу реакция мгновенная. Все-таки меня вот вы сказали о малых предпринимателях, о начинающих предпринимателях. Можно еще поподробнее? Да, мы часто говорим, как живется малому-среднему бизнесу. Открываются, они там закрываются, а вот лакмусовая, бумажка прекрасная, да, российский детский фонд. Помогают, увы, меньше становится. Значит, тут туго живется малому бизнесу. Что вам говорят эти люди еще, предприниматели? Ну, вот они то и говорят, что нас замучили со всех сторон проверками, налогами высокими, контролями вот этими, а проверок очень много, вот они и говорят. От Валентина Павловна еще погодите, до малого бизнеса, мы когда заговорили, какие-то продукты питания, а вот знаете, вот вы говорите, что имеют там, ну, упакованные, а вот просто на огороде наросло, у меня огурцов там 8 мешков. Милости просим, вот приносят нам сейчас, да каждый год нам приносят и кабачки, и огурцы. Мы, эти адреса под руками у нас, у кого ничего нет. Мигом в этот же день у нас все это уходит. Это не залеживается, да? Нет, ни в коем случае. Специальные уже условия хранения. Ни в коем случае. То есть, как бы вот та продукция, которая растет в садах, в огородах, в милости просим, да? Да, 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 да. Из продуктов питания из магазина, я еще в упаковках, сроки годности, потому что, извините, ни разу мы не допустили, чтобы срок годности вот кончается. Еще даже иногда шоколад нам, шоколад дает срок годности, два дня еще есть в запасе. И этот шоколад через час он у нас уходит, потому что мы сразу оповещаем и учреждения, например, интернаты, и мигом больницы, они мигом у нас уходят. Только частные лица участвуют вот в этой продуктовой помощи или организации? Те же предприниматели, о которых я сегодня говорил? Нет, они участвуют. Тоже участвуют, да? Участвуют. Какой раз? У нас хорошо нам помогает. Глобус, который нам и продукты питания, и там не только ящики, копилки, которые... Нет, мы почему спрашиваем, мы же зачастую не знаем о таких вещах. Да, 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 нет, нет, нет. Как-то это у нас не принято афишировать такую. Нет, нет, нет. И частные, и торговые точки. У нас порой, вы знаете, бывает, вот мать приходит, и молока своего нет, ребенка грудной кормить нечем, нужна смесь, и только такая смесь. Мы не можем сказать, что... Которая тоже бешеные деньги сходят зачастую. Да, да, да. Тем более, если она какая-то еще специальная, там... Вот я и говорю, там то ДСС, то еще что-нибудь. Мы сразу же звоним. Просто мы тоже в семье сталкивались, когда, ну, это было пару лет назад уже, да, или сколько нет, больше, когда мама заболела, да, пришлось в больницу ложиться, а я же не могу кормить. Конечно. Надо же переводить на искусственный, и ты смотришь, сколько это стоит, боже мой, неужели? В общем, не смешно, да, извините. Мы здесь звоним в эти торговые точки, и вот как сигнал СОС, и говорим, нам надо упаковка, вот сделайте. Я не могу сказать, чтобы нам кто-то когда-то отказал. Понимаете, вот в плане вот так идешь, я не злоупотребляю своими обращениями, но вот когда вот такой сигнал, надо... Ну, экстренная ситуация, на самом деле, да. Да, 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 да. Было, вы знаете, даже такие моменты, у нас ведь еще такая категория одаренные дети, да, стипендиаты, надо ехать на фестиваль, вернее, на конкурс. Нашли, мы его одели, брючки, костюмчик, все, ботинки. Пожалуйста, только бабочку. Да, у него есть желтые ботинки, а надо черные для этого. Я прихожу с этими желтыми ботинками на модельную и говорю, вот сначала обращаюсь, дайте мне черные. Ну, нет, вот встал в позу руководить, нет, вот, ну, не дам. Я говорю, я вам оставляю эти коричневые, понимаете, дайте мне взамен. И объясняю, что это наше будущее, что это прославлять родную землю, вот, понимаете, конкурс, мы, так, ну и что? Да заберите свои коричневые, дам тебе черные, да. Понимаете, и вот такие моменты, ну, я не могу сказать, чтобы кто-то вот обратился и отказал, нет, нет, экстренные случаи. Слушайте, а, ну, как-то хочется спросить, руководители наши, представители власти в частном порядке помогают вам, раз у вас нет официальных? Можно и фамилии не называть. Нет, я фамилии не называю. Вы сказали, официального у нас финансирования нет, ни государственного, ни областного, ни муниципального, а вот все-таки, ну, хотелось бы так для понимания, насколько они, насколько они душевные люди, сострадательные люди ходят? Может быть, они куда-то в другое место ходят, но в детский фонд. Но вот я очень признательна депутатам законодательного собрания, мы проводим ежегодно акцию «Белый цветок», это нашей программы детский туберкулез. И вот уже третий год мы вместе, значит, с законодательным собранием в один определенный день, вот те дни, когда проходит эта акция... — Всемирный день борьбы, да? — Цуберкулеза, да, 27 марта, но где-то в апреле. — Да-да-да-да, весной помню, весной помню, да. — Да, мы приходим со своими ящиками, ребята у меня из детского дома, два волонтера, с ящиками, с рекламкой, и они перед своим заседанием, значит, участвуют в этом. — С ящиками-то пустыми приходите? — Пустыми, пустыми. — А уходите уже? — Уходят, да. — Да, и, в общем-то, сколько там депутатов, не знаю, но, во всяком случае, так вот, 57 тысяч было, там где-то около 60 тысяч было, поэтому вот в этом плане, да. — Да. Я, что касается депутатов, я знаю, что у них у всех свои избиратели есть, и свои участки, где-то они, может, помогают вот это. Что касается... так, большего я пока ничего не могу сказать. — Но вы готовы были бы? — Да, еще разговариваю. — Вы были бы готовы. — Да, мне кажется, он готов принять помощь от любого человека, который пришел. — От любого, от любого, уж если мы из колонии нам посылают, то мы готовы и говорим спасибо, к чему же мы, конечно, готовы у всех принять. У нас ведь большую нам помощь оказывают ящики-копилки. — Вот о них тоже, да, следует поговорить, потому что, ну, вы уж простите, я упоминаю, просто такая дискуссия развернулась по этому поводу. Это связано, в частности, с людьми, которые, ну, мы знаем, по улицам ходят, да. — Да, да. — Тоже с ящичками, да. — Да, в общем, какое-то неоднозначное отношение уже пошло. — Из-за того, что такие люди появляются, да, они как-то простают. — Дискредитируют систему, уж таким прямым языком говорят, систему этой помощи. Ну, в упомянутой, да, нами чуть раньше известной сети, местные продуктовые ящики эти по-прежнему есть. — Ну, там же указано, что это детский фонд. — Нет, во-первых, понимаете, что касается ящиков-копилок, они не возбраняются, они не возбраняются, но все должно быть в рамках закона. — Понял. — Ведь, смотрите, если мы проводим акцию, и я беру волонтеров, значит, с этими ящиками я увидел. — Во-первых, у меня каждый волонтер имеет удостоверение. Ящик опломбирован. На ящике указано, для чего цель, или для ребенка, или какая-то акция, там еще что-то. Все это указано. И этот один человек не ходит с этим ящиком. Это я имею в виду про улицы. Обязательно два человека. Ящик вскрывается только в детском фонде. Вот они все у меня записаны, кому выдан ящик, по каким улицам он пойдет, и согласовано с органами внутренних дел, полицией. Понимаете? Поэтому вы можете всегда подойти и посмотреть, для кого, для чего. Когда я вижу вот эти ящики, мальчики, девочки, не зная, для кого собирают деньги, спрашивают его, для кого ты собираешь. А вот для этого ребенка показывают, ищут. А что это за ребенок, он и не знает. И где он живет, этот ребенок не знает. Ну, что-то там, какая-то история болезни указана и только. Причем ящик не опломбирован. Или если он опломбирован, просто замочек висит. И, извините, я сама лично видела, когда отойдя, значит, открывают ящик, берут деньги и в карман складывают. Ну, это не секрет, они на проценте. Они на проценте работают, да. Так, вы простите, но этот процент я должна выдать, если... Так это вы должны выдать. Правильно. Нет, это мы говорим о них и о других. Процент должен кто-то выдать, от той суммы я не отрицаю. И он заявляет, я зарабатываю таким образом. Простите. Извините, не путай, это благотворительность или зарабатываешь. Я говорю кировчанам, понимаете, отдайте лучше, опустите в церкви отдайте, если вам трудно дойти до детского фонда. В детском фонде, понимаете, у нас, ведь если вы на этих ящиках, копилках написано Иванов Саша, на Иванова Саша, для всего его счет в детском фонде и поступают деньги. Этот ящик изымается, пломба наша. Три человека. Детский фонд «Бухгалтер», член ревизионной комиссии детского фонда и представитель магазина. Вот они вместе сняли, вместе в укромном месте открыли в магазине этот ящик. Переписали все, даже если есть копейка, эти деньги, эта ведомость в двух экземплярах в магазине остается, и остается, идет к нам. К нам пришла в детский фонд, фиксируется в документах бухгалтерских. Вот вы понимаете, чего? Никаких тут этих вычет. И по каждому ящику, по каждому магазину, за год мы вместе с «Глобусом», или там «Вятский простор», или там «Потребсоюзовский магазин», мы говорим, сколько собрано. И деньги собирали для Иванова Саши, или Иванову Саши, и лежат эти деньги. На лицевой счет схемы, да? А потом оплачиваем, оплачиваем лечение. Насобирали эту сумму, мы оплачиваем за лечение. Остаются деньги. Вот Иванов Саша не израсходовал эту сумму. Я пишу письмо родителям. Уважаемые родители, у вас осталось там 30 тысяч 50 копеек. Вы будете продолжать реабилитацию лечения? Если нет, напишите заявление. Кому передадим эти деньги? Мы разрешаем перевести эти деньги. И они пишут заявление, прошу перевести на лечение других детей. И это уже мы своим решением переводим на лечение других. Вот как это должно, понимаете, делать, а не так, как у нас делается. Я вот не могу до сих пор решить вопрос с «пятерочкой» и с «магнитом». А у вас сейчас есть хорошая возможность обратиться напрямую к ним? Вы понимаете, чего? Да, мы обращались. Они заявляют. У нас хозяева там в Москве. Вторая из Краснодаря. И вот, понимаете, еще Никита Юрьевич Белых, он помогал, царался. Это самое, полминуты. Свели меня с ними. Ну, вот они категоричны. Это бы, понимаете, на имидж магазина работала система. И с другой облегчила выучить кировчан. Понимаете, они не надо бежать в детский фонд, они бы и здесь приняли участие. Прошлый год вот только по глобусу. Три миллиона. О, ничего себе. Три миллиона бы потратили конкретно, конкретного ребенка на лечение детей. Это благодарность всем неравнодушным кировчанам, детскому фонду, безусловно, да. Уважаемые руководители больших организаций, торговых точек, задумайтесь над этим предложением. Действительно, очень важное и полезное дело. Это и для кировчан полезно, Иван. Нашим зачастую черством и недобрым мире. Извините, что пафосно. Спасибо большое. Валентина Иванова, представитель правления Кировского отделения Российского детского фонда. Николай, давайте еще раз быстро номера телефонов. Номера телефонов 65 38 50, 65 14 66. И надо напомнить, что сейчас идет акция «Здравствуй, школа», в которой мы, собственно, призываем всех вас принять участие. Помочь первоклассникам, будущим. Да. Нормально, достойно, весело встретить День знаний. И труда 57, адрес непосредственно нашего отделения Российского детского фонда. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, до свидания.